Здравствуйте! Эфир НТС продолжает итоговый выпуск новостей в студии Айчан Казакбаева. Имана Саджигидов, добрый вечер! Выпуск начнем, как всегда, с краткого анонса главных событий. ШОС придает стабильность всему миру. В Бишкеке сегодня состоялось юбилейное заседание премьер-министров стран Шанхайской Организации Сотрудничества. По итогам переговоров подписаны 12 документов. Сформирован правящий альянс. Об этом сегодня объявил лидер СДПК Исау Муркулов. В новую коалицию вошли социал-демократы, Кыргызстан и Бирбол. В оппозиции таким образом будут Республика Таджурд, НГ Прогресс и Атамикен. Были палатки, но их отобрали. Ваше порядка 10 семей остались на улице. Люди жалуются, что чиновники обещали им жилье и забыли. В администрации, впрочем, уверяют, что семьи пострадавшими не являются. Для верующих будет новый дизайн одежды. В духовенстве мусульман объявлен конкурс на разработку единой формы для священнослужителей. Она должна отвечать как религиозным требованиям, так и национальным интересам. И начнем, разумеется, с саммита. Сегодня Бишкек вновь стал площадкой переговоров в рамках крупных международных объединений. На этот раз это Шанхайская организация сотрудничества. В столице сегодня состоялось 15-е юбилейное заседание глав правительств. В нем участвовали председатель правительства России Дмитрий Медведев, премьер-министр Казахстана Бахаджан Сагентаев, глава Госсовета КНР Ли Кецьян, премьер-министр Таджикистана Кохир Расул Зада и первый вице-премьер Кабинета министров Узбекистана Рустам Азимов. Председательствовал на саммите, соответственно, Сорон Байджиенбеков. Премьер-министры традиционно сначала провели переговоры в узком кругу, затем обсуждение повестки продолжилось в расширенных составах. В ходе встречи главы правительств стран-участниц обсудили вопросы многостороннего сотрудничества и подписали 12 документов. О каких соглашениях идет речь и о чем сегодня говорили главы делегаций, подробнее расскажет Игорь Потанин. В таком формате главы правительств стран-участниц ШОС встречаются в 15-й раз. Это встреча своего рода детальная проработка планов, поставленных президентами в июне в Ташкенте. Но если тогда главы государств в свое заседание больше посвятили вопросам безопасности региона, то задачи глав правительств – рассмотрение программы экономического взаимодействия. Об этом в своем выступлении сказал и премьер-министр нашей страны Суарамбайджиенбеков. Мы считаем, что в настоящее время нам необходим комплекс и план экономического сотрудничества, включающий в себя проекты развития инфраструктуры, промышленности, торговли и сферы услуг. В целях содействия, в общем развитии нашей организации мы готовы продолжить работу по углублению культурно-гуманитарного сотрудничества путем всемирного укрепления, совершенствования механизмов практического взаимодействия в области культуры, образования, здравоохранения, охраны окружающей среды и туризма. Всего в повестке дня значились более десятка документов, такие как бюджет организации на 17-й год, а также перечень мероприятий на 17-й и 21-й годы. Концепция научно-технического партнерства и многие другие. По мнению казахстанского премьера, в современных условиях нестабильности государством ШОС необходимы конкретные проекты. Особое внимание глава правительства соседнего государства уделил вопросам транспортной инфраструктуры и продовольственной безопасности. Актуальным также становится вопрос обеспечения продовольственной безопасности как в рамках ШОС, так и в мире в целом. Подписание программы сотрудничества государств ШОС по продовольственной безопасности стало бы реальным шагом продвижения многостороннего взаимодействия на пространстве организации. Большие надежды возлагаем на концепцию научно-технического партнерства ШОС и плана мероприятия по реализации межправительственного соглашения о научно-техническом сотрудничестве на период 2016 по 2020 годы. На усилении вопросов безопасности остановился китайский председатель госсовета. Ли Кэцянь отметил, что КНР готовы совместно со странами региона усилить работу по обеспечению стабильности в странах ШОС. От безопасности зависит экономический рост государств. Мы открыты к сотрудничеству и готовы обсудить создание зоны свободной торговли. Это поможет снять торговые барьеры. Они препятствуют развитию стран и мировой экономики. Мы готовы взаимодействовать по линии малого и среднего бизнеса. Это придаст новый импульс отношения между странами. Мы не должны закрывать двери. Это принесет вред другим и нам самим. Поэтому мы вступаем на создание единого пояса шелкового пути. Мы также считаем необходимым укрепление сотрудничества в области таможенных вопросов. Дмитрий Медведев отметил, что Шанхайская организация сотрудничества благодаря объединению политической воли смогла отработать многие важные вопросы. Есть, конечно, еще задачи, которые предстоит решить. Но самое главное, что в вопросе реализации этих программ позиции стран-участниц совпадают. На саммите в Ташкенте была утверждена программа по развитию сотрудничества в области туризма. Фактически готова к подписанию соглашения об учреждении университета Шанхайской организации. Мы также всячески его приветствуем. Ну и еще один вопрос, который здесь уже также поднимался. Совсем скоро в семью Шанхайской организации вольются Индия и Пакистан. Прием новых государств не просто расширит географические границы нашей организации, которые и так огромны, но и, конечно, обогатит организации в политическом и в экономическом плане. Наша общая задача заключается в поднятии на более высокий уровень интересов государств-участниц. Мировой кризис будет еще долго ощущаться бюджетами государств. В этой связи, считая таджикский премьер, министерствам и ведомствам стран необходимо как можно скорее решить финансовые вопросы запланированных проектов. Таджикистан поддерживает продолжение дальнейшей работы по созданию банка и фонда развития ШОС. Важной платформой экономического, финансового и инвестиционного сотрудничества в рамках организации является Межбанковское объединение и деловой совет ШОС. Для дальнейшего углубления сотрудничества в рамках Межбанковского объединения ШОС считаем необходимым принятие в ближайшее время стратегии дальнейшего развития Межбанковского объединения ШОС на среднесрочную перспективу. Вице-премьер Узбекистана Рустам Азимов обратил внимание собравшихся на то, что новое руководство страны приложит все усилия для сотрудничества в рамках объединения. Официальный Ташкент выступает за дальнейшее укрепление торговых взаимоотношений. Сегодня уже предпринимаются конкретные шаги со всеми странами организации на двусторонних площадках. Мы выступаем за дальнейшее развитие торгово-экономических связей, расширение взаимных поставок промышленной продукции, востребованной на рынках наших стран, формирование благоприятных условий для стимулирования взаимной торговли, а также реализацию других мероприятий в этой сфере. В настоящее время Узбекистан совместно с нашими партнерами, Китайской Народной Республикой, Российской Федерацией и нашими ближайшими соседями, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном уже предпринимаются конкретные шаги по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, поиску новых возможностей и нахождению взаимоприемлемых и взаимовыгодных решений по этим вопросам. По итогам заседания были приняты 12 документов. Как отметил генсек ШОС Рашид Алимов, все предложения, внесенные главами правительств, будут включены в совместные проекты для дальнейшей реализации. Игорь Потанин, Самаддал Атакунов, НТС. Чем крепче будет ШОС, тем стабильнее в мире. С главами правительств стран-организации, отметим, перед саммитом встретился президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. В ходе встречи глава государства тепло поприветствовал премьер-министров и выразил признательность за участие в юбилейном 15-м заседании ШОС. Президент отметил, что рост числа стран, желающих стать членами организации, говорит об ее авторитете. А последние решения о принятии Индии и Пакистана будут способствовать росту потенциала ШОС. Мы все вместе делаем громадное дело. И я думаю так, что это дело на самом деле мирового масштаба. Чем крепче будет ШОС, тем будет больше стабильности в мире. Я думаю, это уже становится однозначно понятно. И то, что здесь представители, главы правительств стран, членов ШОС, это, конечно, большая честь для принимающей страны. Кстати, перед этой встречей Алмазбек Атамваев сегодня отдельно встретился с председателем правительства России Дмитрием Медведевым. Были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества между двумя странами в различных сферах и перспективы дальнейшего взаимодействия по широкому спектру направлений. Я очень рад вашему приезду, потому что, я, наверное, уже могу сказать, нас связывают очень теплые, скорее уже дружеские, а не деловые отношения. И для меня очень приятно вас видеть не только как пример министра великой России, но просто как его товарища, друга, хорошего человека. Привет вам и наилучшие пожелания от Владимира Владимировича Путина. Ну и у нас сегодня многостороннее мероприятие в рамках ШОС по линии главправительства. Мы проведем его. Спасибо за возможность поработать. СОРВАНБАЯ Джейнбекова Напомним, прежний альянс развалился 26 октября по инициативе как раз социал-демократов. Тогда они заявили о внутренних разногласиях с фракциями Атамикен и ОНГ Прогресс. Переговоры и консультации относительно создания правящего альянса сегодня не помешало Юорку Кенише провести пленарное заседание депутатов. И особый интерес у парламентариев сегодня вызвал вопрос финансирования строительства альтернативной дороги север-юг. В частности, Минтранс представил депутатам на одобрение договор с Исламским банком развития на 12 миллионов долларов. Эти деньги должны пойти на реконструкцию одного из участков в новой автомагистрали. Однако, как выяснилось в ходе обсуждения, на ремонтные работы необходимо больше средств почти в три раза. И у депутатов, соответственно, возникли вопросы. Полута Исаев расскажет все подробности. Протяженность существующей трассы между Балакче и Джалалабадом составляет около 750 километров. Строительство альтернативной магистрали сократит это расстояние более чем на 300 километров. По словам исполняющего обязанности министра транспорта и дорог Замирбека Айдарова, две фазы строительства планируется завершить к 2018 году, третью завершающую фазу к 2020. Общая стоимость проекта оценивается в 850 миллионов долларов США. Сегодня депутаты должны были ратифицировать беспроцентный кредит Исламского банка развития в 12 миллионов долларов на реконструкцию отрезка между 159 и 183 километрами альтернативной дороги. На реконструкцию одного километра уходит миллион четыреста тысяч долларов. Правда, в горной местности выходит дороже, где-то миллион семьсот. Сейчас, после ратификации договора с Исламским банком развития, должны пройти все банковские процедуры. Потом мы объявим тендер на консультационные услуги. После этого начнем реконструкцию данного участка. По словам Айдарова, специалисты Кыргыз Дор Транспроекта, как участвующие в проекте организации, согласно нормам Евразийского экономического союза, не могут выступать в качестве консультантов. Вот вы сказали, что две фазы строительства сейчас проводятся. Общая сумма этих работ, вы сказали, около 800 миллионов долларов. Сколько процентов из них или какая сумма уходит на консультационные услуги? По данным Минфина, на консультационные услуги предусмотрено 400 тысяч долларов, или 3% от общей суммы проекта. На предложение депутатов сократить эти расходы Айдаров ответил, что оклад иностранным консультантам устанавливает сама компания, и министерство не может вмешиваться в их внутренние дела. Как выяснилось чуть позже, для реконструкции 24 километров дороги, предоставляемых Исламским банком развития 12 миллионов, недостаточно. Необходимо еще 20 миллионов. И уже вроде бы есть договоренность с другим инвестором, но в пакете документов, представленном депутатам, об этом забыли упомянуть. Видим соглашение сегодня на 12 миллионов долларов с Банком Исламского развития, а 20 миллионов с Аудовским фондом развития его нет. Вы как, отдельно нам принесете, отдельным соглашением, что ли? А как тогда будет написано, следующее соглашение? Вы скажите, Мирлан, 20 миллионов, вы обратно реконструкции дороги, так? Ну как вы, 233? Мы дополнительно внесем на рассмотрение Дёркинеша соглашение с Саудовским фондом на 20 миллионов, в котором также будет сказано о том, что оно пойдет на вот эту дорогу. По словам депутатов, несколько лет назад они также рассматривали ратификацию договоров с несколькими инвесторами на реконструкцию дороги Бишкек-Карабалта. Строительство не началось по сей день. Болтысай, Бакет Кушалеев, НТС. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эксперты сегодня завели и об угрозах радикализации общества. Она, по их мнению, возникла в том числе из-за отсутствия образования у тех, кто преподает религиоведение. Яркое тому доказательство, недавняя аттестация имамов ее прошли всего 20% священнослужителей. Тему продолжит Екатерина Ступкина. В качестве участников этого круглого стола были заявлены не только эксперты, но и председатель ГКНБ, а также секретарь Совета обороны Республики. Однако из-за проходящего сегодня саммита главправительств государств членов ШОС принять участие в дискуссии они не смогли. Специалисты обсудили внутренние и внешние угрозы, а также способы борьбы с ними. К основным отнесли международный терроризм, замешанный на религии, наркобизнес, приграничные конфликты и внутреннюю миграцию. Кроме того, в ходе обсуждения аналитики отметили, что перенять опыт других стран в обеспечении безопасности было бы не лишним. Прежде всего, необходимо перенять передовой опыт других стран, того же, допустим, государства Израиля. Они достигли больших успехов в деле обеспечения безопасности. Недавно опубликован был рейтинг ООН по таким показателям, как безопасность и стабильность стран. И мы, оказывается, находимся в этом рейтинге на почетном 64-м месте из 170 стран. Одной из главных внешних угроз безопасности эксперты определили терроризм и экстремизм. Количество радикальных религиозных организаций в Кыргызстане с 2009 года увеличилось вдвое. Чтобы предотвратить вербовку граждан, необходимо вести обширную разъяснительную работу среди населения, а также отслеживать информацию в интернете. В нашей стране, говорят, эксперты, экстремизм связан во многом с религией. Вернее, с ее подачи в искаженном, выгодном для вербовщиков ключе. Большинство наших граждан сегодня находятся где? В Сирии, в Афганистане, в рядах Виггл, в рядах Даиш. Мы не должны бояться, что они ушли, но мы должны бояться, что они могут вернуться, что они заново еще влияют на своих сподвижников, своих людей, которые здесь находятся. И это, естественно, в контексте играет на ситуацию обеспечения национальной безопасности. Не согласны эксперты и с намерением упразднить госслужбу по контролю за наркотиками и передать ее полномочия МВД. Через Кыргызстан проходит международный наркотрафик, а служба является сдерживающим фактором. Еще одной внешней угрозой является отсутствие четких и согласованных линий границ с предельными государствами Узбекистаном и Таджикистаном. Однако, по мнению специалистов с республикой Узбекистан, в скором времени, возможно, удастся урегулировать вопросы делимитации и демаркации. Двусторонние комиссии возобновили работу в этом направлении. Екатерина Стопкина, Нурбек Капаров, НТС У кардейских священнослужителей будет единая форма. Как сообщает Духовное управление Мусульман Республики, объявлен конкурс на лучший дизайн одежды для имамов, молдо и других религиозных деятелей. К разработчикам одежды выставлены требования. Форма священнослужителей должна отвечать не только требованиям шариата, но и современной эстетике. И самое главное, чтобы одежда была в национальном кардейском стиле. Внедрение единого дизайна, как надеются авторы инициативы, позволит поставить точку в вопросах относительно религиозной одежды. Отметим, в обществе не прекращаются споры на тему, а корректно ли вообще верующим мусульманам Кыргызстана облачаться в одежду, являющейся традиционной, к примеру, в Афганистане или Пакистане. Тему продолжит Анастасия Соболева. Конкурс на лучший дизайн формы для священнослужителей был объявлен еще в сентябре. Однако, как говорят в общественном фонде духовной культуры ИМАН, заявок на участие поступило очень мало. Звонят, интересуются условиями конкурса, но, услышав про сроки, не торопятся. Пока к нам поступило три заявки. Это, получается, одежда для мужчин, для священнослужителей. А тут чапан, то есть по кыргызским орнаментам, тут рубашка, костюмы. И здесь, получается, одежда для женщин. То есть длинное платье и костюм. Работа принимается как в электронном виде, так и на бумажном носителе. Все эскизы должны быть представлены с расчетами расходных материалов и услуг на один комплект. Мы хотим разделить эти формы на две категории. Это ежедневные, обыкновенные, потом парадные формы. Потому что во время конференции когда-нибудь представлять нашу страну в международных мероприятиях наши партнеры, исламских стран и вообще международных партнеров, наши священнослужители должны увидеть представителя Кыргызстана. То есть в их форме должны быть какие-то колориты, какие-то особенности, которые отражают нашу национальную культуру. Несколько лет назад для сотрудников Муфтията разрабатывалась единая одежда. Они ее носят и по сей день. Правда, говорят в думке, духовенца в прошлом году сменила логотип. А вот на облачении он остался. Было бы хорошо, если бы ввели единую форму. Как для священнослужителей, так и для верующих мусульман и мусульманок. Ведь об их одеяниях идут споры. Вот у военных есть звездочки на погонах, так их различают по рангам. Офицеры, подполковники, полковники, генералы. Вот так и у нас было бы, чтобы только при одном взгляде можно было отличить районного имама, к примеру, от областного. Надо дать такой посыл обществу о том, что человек одновременно может быть хорошим верующим, но при этом он может быть носителем своей национальной культуры. Поэтому мы объявили этот конкурс, чтобы представить обществу выбор одежд, в том числе те, которые одновременно показывают национальный колорит, в то же время, чтобы было удобно для тех, которые практикуют весло. Все работы, присланные в фонд духовной культуры «Ийман», будут оцениваться жюри, в числе которых представители муфтията, самого фонда и дизайнеры. Организаторы надеются, что к 15 ноября поток желающих участвовать в конкурсе оживится, а идеи будут отличаться оригинальностью. Победитель получит денежное вознаграждение в размере 100 тысяч сомов. Анастасия Соболева, Владимир Колбалдеев, НТС. Обманутые и непрекаянные ваши около 10 семей после 6 лет скитания и обещаний чиновников вновь остались практически на улице. Первоначально крыши надголова не лишились во время июньских событий 2010 года. И пока местная власть думала, выдавать им компенсационное жилье или нет, семьи временно жили в помещениях детского лагеря. А минувшим летом их оттуда выселили и выдали им заветные участки в загородном дачном поселке. Однако у земельных наделов, как выясняется, были свои хозяева, и теперь пострадавшие должны освободить территорию. Подробности истории в следующем материале. 66 семей в лагерь Джаштык были заселены 6 лет назад. Часть их вскоре получила жилищную компенсацию. Однако 24 семьи комиссия не признала пострадавшими. Это те, кто во время июньских беспорядков 2010 года жили в съемных квартирах. В 2011 году правительство постановило, что компенсация в виде жилья должна быть всем семьям. Поэтому все это время люди продолжали жить в лагере, в надежде на новые квартиры. В июне этого года мэрия переселила 11 семей в загородный дачный поселок. Только не в дома, а в палатки. 19 июня нас сюда переселили. Выдали палатки, уверяя, что в них мы будем жить до середины осени, обещая в ноябре установить утепленные контейнеры. Однако нас обманули. Палатки забрали, но и контейнеров не дали. Более того, выделенные для нас участки оказывается частная собственность. Их владельцы говорят, что не дадут нам строить дома. И подали в суд. Я уезжала на несколько дней в село к родственникам. Когда вернулась, обнаружила, что палатки нет. А вещи валялись в пыли. С четырьмя маленькими детьми я осталась на улице. Живем, где попало. Съемные квартиры стоят 4000 сомов. Я не в состоянии платить. То, что я зарабатываю, едва хватает на продукты. Сейчас в этом месте одна палатка. В которой живут 55-летняя Залипа Араимова со своим сыном-восьмиклассником. Работаю в школе. Я мать-одиночка. Живу с сыном. Когда начали забирать палатки, мне позвонили жители дачи, соседи. Я приехала и умоляла не забирать палатку. Позвонила министру Буронову. В милицию сообщила. Никто не пришел. Но они жалились и оставили палатку. Между тем, специалисты МЧС уверены, что палатки все это время пустовали. А жильцы сами раньше времени съехали на съемные квартиры. По поступившей к нам информации, мы неоднократно выезжали на место проживания и проверяли, действительно ли граждане живут в этих палатках. Бывало, мы и ночью туда ездили. Было решено вернуть палатки, так как граждане в них фактически не проживали. Так кроме палаток и на участке в этом дачном поселке кто-то претендует. Однако представители департамента по жилищным вопросам при мэрии города Ош рассказали, что земли были выданы после тщательной инвентаризации. Мэрия утверждает, что выданные участки являются свободными. А с частным предпринимателем, который заявляет, что это его собственность, связаться не смогли. Хорошо, что гонки малыша по автодороге закончились без трагических последствий. Остается добавить «берегите детей». Ну что ж, на этом мы завершаем наш информационный выпуск. Сразу после него смотрите очередной спецрепортаж из цикла журналистских расследований НТС. Кстати, все новости, вышедшие в эфире нашего канала, вы можете увидеть на нашем сайте nts.kig. А мы с вами увидимся завтра. До свидания.